Всем привет, ребята! С вами Эдри Чент, и да, это новый выпуск Беременная в 16. Если вам нравится этот проект, поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал, и с радостью с вами всё обслужу в комментариях. А после просмотра переходите на мой лайв-канал, потому что там тоже выходят реакции, которые не выходят на этом канале. Так что ссылочка на мой лайв-канал, второй, в описании. А мы начинаем знакомиться с новой Беременной в 16. Поехали! Ну давайте! Привет, я Настя, мне 15 лет, я живу в городе Мытища, Москва. Мы начали менять правила, у нас уже вторая участница за новый сезон, Беременна в 15, а не в 16. В Коской области. Скоро будет новый проект, уже Беременна в 14. Я сложный подросток, во всяком случае, как бы мне говорят, учителя в школе. Я учусь в восьмом классе, школа, это тупая система. Потому что я не вижу смысла, типа, сидеть, учить. Обычно я просто список... Согласен, типа, нахрен вообще, кто эту школу придумал? Я иду гулять. Я гуляю, я не по-детски. Шумная компания, музыка, это все обо мне. Чаще всего эти тусовки происходят у меня дома. Несмотря на то, что родители это не одобряют. Нормально. Вот, слушай, я такой, чтобы я б*** была. Да. Боже мой. Это что такое? Это мой отчим Игорь. Он обламывает меня по жизни. А уж тусовки особенно. Собираемся на выход сезон. Бега там надыблена. Никто не уходит. Ты живешь у меня здесь, правила здесь устанавливаю я. Еще раз повторяю, на выход сезон. Ну, я хочу в 15 лет нормально побухать на хате. А он приходит, мне начинает рассказывать. Ну, вот уже как два года отчим никуда не исчезает из моей жизни. Потому что у них с мамой идеальные отношения. Игорю 35. Он работает в кондитерской фирме. Делает и придает подарочные сладкие наборы. Младшей мамой? Единственный плюс отчима для меня зарабатывает хорошо. 65 тысяч рублей в месяц. Хотя и моя мама тоже неплохо получает. 50 тысяч. Работает администратором в медицинском центре. Ее зовут Катя. Ей 35. Игорь очень хороший, добрый, ответственный, справедливый человек. И вообще считаю, что он идеальный мужчина. Начал воспитывать Настю. Говорит, пусть я буду плохим полицейским. Но она вырастет, все поймет. Но я вряд ли когда-то пойму, зачем Игорь после моей последней тусы развесил по квартире камеры. Чтобы контролировать тебя. Ну, главное, я же, по-моему, тебе в спальню и не вешал. И в туалете. А так я понимаю, что он нахер развесил. То есть я просто хочу смотреть, кто приходит и уходит. Вполне адекватно. Как вписок, каких-то драк или еще чего-нибудь. Я сейчас живу под камерами видеонаблюдения. Как будто какая-то подопытная крыса. Ну, согласен, неприятная штука. Очень неприятная. То есть если это еще делается не согласие всех жильцов, согласен. Но вот если ты там реально вписки устраиваешь на хате в 15 лет, я не знаю, как с тобой тоже бороться. Вот по факту. Вот какие есть решения, как бороться вот с такими вот подростками. Хрен его знает. И теперь мои тусовки в квартире накрылись. Но бесит больше то, что мама поддерживает Игоря в слежке за мной. Типа так будет лучше для меня. Игорь только с благими намерениями всегда к Насте относится. Пытается контролировать ее учебу. Но Насте это не нравится, потому что я от этого некомфортна. Ее заставляют что-то делать. Настя, очень мешает музыка. Сделай, пожалуйста, потише. Наушники, воткните уши и все. То есть нет? Нет. Вообще, что ли? Тогда так. Просто. Меня бесит то, что отчим лезет в мою жизнь, пытается меня чему-то учить. Мне вообще кто? Отец, что ли? Пусть Игорь и не надеются, папа у меня никогда не станет. Потому что родной отец у меня есть. Его зовут Илья, ему 35. Они с мамой разошлись 8 лет назад. Тогда... Бля, ну я скажу, твой отец побухивает немного, я по лицу вижу. Мы еще жили в Казани. Это город в республике Татарстан. И жили мы там плохо. Меня Катя изменяла. Она всегда себя показывала, то, что она такая фифа, красивая. Я ей вроде говорил, то, что прекращать так себя вести, и она там начинала. Хотя вроде не похожа на аватара, но что-то так показали кадры, какие-то такие прям, знаете, может не выспался. Ну всячески. Вот на этой почте выводил меня из себя, там говорил, ты жирный ублюдок, я психовал реально. Да, я была молодая. Да, у меня там ценности были не совсем семейные. Мне хотелось погулять. Я себя ни в чем не виню. Вот эти не совсем семейные ценности и были. Не, ребят, мне кажется, все-таки немного аватарчик он есть. Причины разбора к родителям. И проходили они жестко. Там такие драки были. У нас была тогда двухэтажная кровать, ну у меня в комнате стояла. Я все время на нее забиралась и просто плакала. Хотела бы, чтобы у нас семья была дружная. Но до моих желаний никому не было дела. И когда мне было 7 лет, папа собрал вещи и ушел. Развод переживал с помощью алкоголя. А, на Жеварю на аватара похож. Я уже просто не хотел человека. Думаю, чент, может все-таки ты ошибаешься? Че ты сразу на человека клей ему аватара повесил? Нет, все-таки не зря. Я же говорю, ну как бы, вот что, вот, вот, ну вот видно по лицу. Ну видно, когда вот человек чем-то увлекается другим. Я забыл, что у него есть дочь. Перестал со мной общаться. Конечно, мне было обидно, но больше обижало то, что вместе с папиным уходом из моей жизни пропала и мама. С детства я с мамой почти не проводила. Мама там работала, с подругами гуляла. Я все время с бабушкой не сидела. Да мать в ночной клуб собирается? Бабушек у меня две. И оставаться у каждой из них было тем еще испытанием. У маминой мамы Ирины жизнь мне портил Тимур, ее младший сын, который с ней жил. Мамин брат с детства там поднимал на меня руку. Я помню, я за бабушку заступилась, потому что он что-то там на нее начал рать матом. И он психанул, кинул меня в стул. Но Тимур это ангел по сравнению с Володей. Сожителем моей бабушки. Короче, что у нее прям как эта семейка веселая. Бабушки Татьяны, папиной мамы. Я его знаю с самого рождения, но дедом назвать не могу. Он всю жизнь пил, и папья ничего только не делал. Бабушкин сожитель, старый дед, он весь опухший, пропитый. Бывало, что он без штанов приходит, у него там весь пах в крови. В общем, такой человек, он очень сильно бухал. Это аватар высшего ранга. Это прям командир генерала. Я его постоянно выгонял, потом все равно возвращался. Часто я оставалась с этим бухим Володей одна, когда бабушка Таня уходила на работу. И не понимаю, почему он оставлял 12-летнюю девочку с этим уродом наедине. Я согласен. Вот из-за этого поэтому ей поплавило контакты в голове. То есть, насколько она такая может где-то быть жесткая и тому подобное. Это все влияет. Так, все время. Даже как-то ненавидела немного маму. Потому что она была своими делами занята. Я чувствовала, как будто никому не нужна в этом мире. Окей, поняли. Жизнь веселая, семейка тоже. Мама никогда не была рядом. А она мне была так нужна. Поэтому у меня появился парень. И в конце концов в 12 лет я его нашла. Но не дома. Настя попала в плохую компанию. Начала пробовать все. Логично. Пропадала из дома, бывало. Я не знала, как ее вытащить из этого состояния. И мама ничего лучше не придумала. Как завести себе новые отношения. Она познакомилась с Игорем два года назад, когда тусила у подруги в Москве. Не, вообще, как бы, дочка ожидала, мама уже должна быть матерью-одиночкой. Уже все, как бы, мать, если ты первый раз, как бы, не создала отношения, все, извиняй. Поезд уехал. Живи теперь вдовой. Ну, не вдовой, это когда мужа уже нету в живых. Ну, да, живи одиночкой, как бы, до конца жизни. Отношения мамы с Игорем развивались очень быстро. Пару месяцев переписывали. Я вот посмотрел сейчас на Игоря, я не сказал бы, что такой-то страшный, ужасный человек. Вот, то есть, сожителя. Ну, вот согласитесь. И вот мама заявляет, собирая вещи мы, приезжаем из Казани, мы тише, в квартиру отчима. Я хотела, чтобы это была шутка, но мама говорила всерьез. Так в моей семье появился еще один чужой мужик, с которым я вынуждена жить под одной крышей. Готова была прибить маму, потому что, я должна переезжать, у меня здесь знакомые, друзья. Эгоистично. Я должна вот это все применять для того, чтобы нас улететь. А самое интересное было бы, если бы мама не взяла бы ее, сказала, вот мама переехала, а я что, получается, ей не семья? Вот поступила не как мать, бросила меня. Вот сто пудово. Я вас уверяюсь, мать ее не забрала бы, была бы такая реакция. Тут мать как семью забрала. Ой, не очень-то я хотела с ним жить. Слышить она построила. Добивала и то, что на тот момент я снова начала общаться с отцом. Не хотела с ним терять связь. Он вернулся в мою жизнь, когда мне было 12. Перестал пить, устроился на работу шеф-поваром. Но мать все решила за меня. И теперь я вынуждена терпеть левого мужика, который пытается меня воспитывать. Он будет себе указывать, понятно? Хозяин здесь. Отдушена в сложных отношениях с семьей, это мой парень Коля. Ему 16 лет. Сбил. Молодец. Познакомились мы с Колей случайно. Мне было 13, и я хотела купить сигарет. Мне было 13, и я хотела купить сигарет. Мне когда было 13, я не знаю, что я хотел купить. Кока-колу, наверное. Дома в приставку поиграть. Ну, ну точно не сигарет. И сейчас как бы не курю сигарет, а кальян временами только. Ну, в 13 хотела купить сигарет. А Коля на кассе в 15 сидел, да, или что? Но не судьба, мне не продали. Зато судьба была не в магазине, а за его пределами. На улице я встретила Колю. Я сходил с ней, купил ей сигарет. Ну, потом решили то, что надо посидеть на площадке за домом. Так и начали общаться. А еще через 2 недели Коля предложил мне встречаться. Поначалу я не верила, что у нас что-то получится. Пока все мужчины, которых я знала, приносили мне только боль. Отец ушел, дядя бил. Да еще этот пьяный бабушкин сожитель. Но я влюбилась в Коля и все же поверила, что он меня не обидит. Я тебя люблю. Ты готов. У него большие глаза, выразительные брови, курносенький носик, пухлые губы. Ну, мне кажется, это симпотно очень. Настя меня зацепила своей красотой милая девочка. Вот прекрасное создание. Коля повезло больше, чем мне. В его жизни нет учебы. Пару месяцев назад он бросил техникум, в котором... Красавчик, бля, есть чем гордиться. Просто Коле повезло прям. Он даже не учится, он бросил все нахрен. Ну, прям гордость. Если у нас уже сейчас начнется гордость быть за то, что я... А я в школу не хожу. Если честно, отчислили. Красавчик. Торм учился на автомеханика. Сказал, что это не его и пока он не поймет, кем хочет быть, учиться никуда не пойдет. В Коле все хорошо. Главное, чтобы это не затянулось. Я согласен, что лучше выбрать осознанно, но чтобы не было такого, как бы, Коле уже 35, но я еще, как бы, знаешь, не определился в этой жизни, кем хочу быть и вообще. Что, кроме одного. Он против моих тусовок и общения с лучшей подругой Америсис. Он вообще нормальный. Как? Америсис? Офигенный. Классный парень. У тебя, дочек, я днём. Ей 15 лет. Мы учимся в одном классе и часто вместе прогуливаем в школу. Я запрещаю Насте общаться с Америсис, но она тянет на дно и такая девочка, как гулящая. И Настя будет брать с неё пример. Ну, она дура. Мало того, что ей и отчим там запрещают всё, дома сидит она, так ещё и теперь и Коля. Меня это так бесит. Я же не запрещаю Коле общаться с его лучшим другом Артёмом. А моя подруга причина ссор, которые неоднократно слышали мои мамы с отчимом. Ну, потому что у тебя, судя по всему, Коля немного с головой понимает, что эта девка на тебя очень плохо и дурно влияет. Если вы постоянно с ней бухаете, то есть, ну, и самое лучшее времяпровождение, согласитесь, для 15-летней девочки. Я их познакомила с Колей через пару месяцев наших с ним отношений. Отношения Насте и Колей можно назвать вуканом. Они рукаются, никакого уважения к друг другу нет и любви я там тоже не вижу. Насколько это долго продлится, я не знаю, но это их жизненный опыт. С родителями Коли я тоже знакома. У него классная семья, не то, что у меня. Его маме Надежде 54. Работает в прачечном детском саду за 25 тысяч рублей в месяц. Добытчик в семье отец Коля. Владислав, ему 55. Зарабатывает 70 тысяч работой инструктором по вождению. Еще у Коли есть старший брат Рома. Ему 30 и он живет в Москве со своей семьей. А, это брат. Это не... Или это 30? Это... Папа, он очень стройный. Не, это Коля был. Дирается к каждому косяку, который я сделаю. С мамой у меня хорошие отношения. Если даже что-то произойдет, я первым делом лучше скажу маме. Глядя на родителей Коли, я завидую. Они с теплотой относятся к сыну. Проявляют интересы ко мне. Расспрашивают про семью. А я не стесняюсь, вываливаю все, что думаю и про отчима, и про свою маму. В общем, семья Коли ко мне относится хорошо. А вот к нашим с Колей отношениям как-то не очень. Я против. Она маленькая, ей учиться надо, то есть школу закончить. Я отговариваю. А сыну тебя как? Найди себе постарше девочку. Где-то 30. Вот посмотри, Елизаветенко у нас тут есть 30 лет, хорошая девулечка. Коля рассказывает, что родители пилят его по поводу меня. Не могу сказать, что мне пофиг, но особо по этому поводу я не парюсь. Ты девочке жизнь испортишь. А что ты лыбишься, я не пойму. Да все нормально будет. Нет, если ты лыбишься, это уже о чем-то говорит. Ты мне дуру-то не гони. Чтобы как-то успокоить родителей, Коля предложил познакомить наших мам. Ну типа показать, что у всех все под контролем. Идея, конечно, так себе, но да пофиг. Мы вчетвером сходили в кино, пообщались и выслушали лекцию про взрослые отношения. Я Насте говорю, предохраняться надо. Она мне говорит, что они с Колей не спят. Коля там вообще даже ползновей никаких не делает. Ну а теперь я не знаю, как сказать маме, что я соврала. И что никакие лекции мне уже... Скажи, мама, это от Святого Духа. не нужны, потому что я беременна. Все, историю прослушай. Может, пойдешь. Ты вообще в говно, тому нафиг ребенок не нужен. Доигралась? Да я ее убью просто. Я задолбалась. Жизнь. Собрала вещички и пошла. Иди отсюда. Мне руки скрестил, навалился на меня, закрыл рот. Ты что все лежишь-то? Я не пойму. Ты мне долго будешь мозгить или что? Я не могу. Я не могу. Ага. Короче, типа будет весело. Окей, давайте, начинаем. Историю видели? Указания Рэдисли Коли, мы с ним довольно быстро начали заниматься этим. С моих 13 лет. Этим. Скалик, с 13 лет? Ох, нормально. Просто нам хотелось взрослой жизни. Да, прямо там жулик так чесался, думает, господи, вот бы сейчас, вот это вот. Поначалу, почти все время не предохранялись. По моей инициативе. Мы когда с Колей начали вести половую жизнь, мы попробовали с презервативом, то было как-то даже больно. А потом попробовали без них, и мне было нормально. Нормально было года полтора, но где-то месяц назад с ним начало происходить что-то странное. И первым заметил это не я, Коля. У него как-то перепады настроений начались. А ты, Коля, не знал, откуда дети появляются? Ну, судя по всему, как у нее познания, такие у тебя были на нуле. Грустные, веселые, непонятные вообще. Она мне сказала, что вот у меня там не пошли эти краснодарские гости. Месячные, ну и что? Коля в шутку ляпнул, что я беременна, а потом не в шутку купил тест на беременность. Сказал мне валить после уроков к нему домой, пока его родители на работе. Коля, поздравляю. Чуть такое. Да, Коля, ты еще и дебил, оказывается. Вот тест на беременность купил, а вот что означает две полоски не купил, да? В смысле, что ли, беременно? Мне 15 лет, и я беременна. Да ты в 13 уже, это, ты могла быть беременна и в 13, судя по всему, ты еще так затянула, полтора года прям, да, ждали? До двух, это прямо ого-го. Проколовный тест. Не знаю, Коль, не страшно. Проколовный. это не надо там панику разводить. Да, конечно. Страшно. Тест китайский. Пипец. Чтобы точно знать, пипец нам или нет, я решила сделать еще два теста завтра утром. Ага, и что? Мне они тоже показали две полоски. Нравятся мне такие люди, которые вот так вот думают, что, ну, наверное, это партия была бракованная, там сразу полоска нарисована одна. Это все, это, то есть, получается, точно ты беременна, да? Не, а если еще сделать два, возможно, возможно, что-то прям поменяется. Блин, не точно. Давай еще таких 300 сделаем. Да нет, денег не хватит. Маш, хватило? Ты о чем? Не сдержать себя. Мы предохранялись прерванным половым актом. Ага. Однажды Коля слишком улегся. Коля, Коля, что-то было, где? Вот это. Это не я. Ну, я думал, короче, то, что все нормально будет. Думал, что я всегда успею. Ну, если беременна, то надо рожать. Если бы... Вот если ты, Коля, думаешь, что ты всегда успеешь, для тебя придумали презервативы. Как минимум. Хотя бы. Но ты же у нас там. Эээээ. Но это не для тебя. Бог дал ребенку, значит, он им поможет. Ну, не Бог дал, а ты дал. Коля сказал, никакого аборта. Да я и сама не хочу его делать. Хотя и рожать в 15 тоже такая себе идея. Но если выбирать между убить ребенка и родить, я выбираю второе. Аборт, это очень страшно. Но это опасно. Надо маме говорить. Я пока своей не буду говорить. Почему? Потому что мне триндец будет, из дома вышвырнет просто-напросто. Да, прям скажет, ты беременная, вали из ха... Вот так прям и скажут, скажут, все, как бы знать тебе не хочу, иди рожай на улице. Серьезно? Вот она так себе представляет, что ей мать поступит? Возможно, там отношения не одни, ну, вообще, не идеальные. Ну, серьезно? Я уже боюсь представить, коррекция будет. А что у тебя папа может сделать? Прибьез меня, вот что? Мне страшно от того, какой триндец нас ждет. И когда Коля ушел, я договорилась встретиться с Амирисис в тайне от него, чтобы мозг мне не выносил. Мне и так фигово. Я беременна. В смысле? Ну, я серьезно говорю. Горобый след. От Коли, от кого еще? Капец, ты дура. Он будет тебе запрещать все, чтобы ты дома сидела с ребенком, а сам будет гулять. Блин, Амирисис. Я бы еще хотела тебя поддержки услышать, а не то, что ты *** у меня. У него на лице написано, что он ***. Я в любом случае не буду делать аборт. Но это твой выбор, я типа всегда за тебя буду. Спасибо. Я просто ***, другого слова нет. Я думала, что это будет кто-то другой, ну, хотя бы получше, чем Коля. А так, все, жизнь кончена, можно сказать. Вообще, как бы, дальше жизни уже нету. Ну, все. Смысл жизни потерян. Просто *** всю свою жизнь. Она больше тусить не будет, будет теперь с ребенком. С кем я тусить потом буду? А, то есть жизнь потерян из-за того, что как бы алкопати закончится. А как бы жизнь без алкопати это не жизнь. Через пару часов мы с Колей созвонились и построили план действий. Сначала о моей беременности он расскажет своим. А потом как-то скажем моей маме. Он Настя беременна. Коль, ну ты что, обалдел? Я тебя предупреждала, что получаются дети. Ошарашено так. Девочка несовершеннолетняя. Чем это может закончиться, я не знаю. Не знаю, что дальше. Ну, если она не подаст на то, что это было изнасилование, судя по тому, что этого не было, ничем не закончится. Что делать? Хотя, блин, сложно сказать. Он же, вот 17 лет, это уже считается в России совершеннолетний? Там с 16 или с 18, как это все идет? А она, блин... Наверное, заявление надо. Если хочешь посадить, если нет, то... Давай говори. Настя беременна. Че, мы *** или родом, так я не понял. Настя, что говорить по этому поводу сейчас? Она в шоке. А родители ее? Она боится сказать. А ты, понятно, что ты скотина просто. И своего слова не держишь. Какой ты мужик? Вот идиот-то, а. Я в шоке. Иди отсюда, урод. Скотина. И ***, я в шоке. Батя, конечно, тоже еще тот кадр так сына воспитал просто. Ну, знаете, вот есть такое вот. Если появился сын, так его, блин, как-то гнобят жестко. Вот как-то девочка, если дочка, то бывает, как-то все помягче. А этот просто, блин, жесть. Я смотрю, как он с сыном общается. И просто. Что с ним будет? И взамен он отца и ненавидит. Ей 15. Вот, самое, вот это страшное. Вот смотри, жена, сейчас в первую очередь надо аккуратно с матерью разговаривать. А там дальше будем уже решать, что-то делать. Покушево называется, да. Коля меня набрал. Сказал, что папа из него всю душу вытряс. Но ни он, ни его. Да не вытряс, он там тебе всю душу. Просто батя немного где-то жестковатый. Сам не воспитал, правильно, не объяснил. У мамы не говорят делать аборт. И рассказал, почему. Много лет назад в их семье произошла трагедия, которую его родители до сих пор не могут пережить. Они потеряли детей, которые только появились на свет. Я в 17 лет забеременела. Мне сказали, что двойные. Они родились живые. Ну, потом в дальнейшем умерли. Была врачебная ошибка. Были бы уже взрослые. Не дай бог никому. Жизнь. Да-да, выносить двоих родителей. Тут ничего не скажешь, конечно. Но вообще, чтобы вы все понимали, когда у вас уже минимум двойня, это уже риск Х2 минимум на какие-то побочные вообще роды и тому подобное. Очень часто, когда уже двойня, уже начинают быть недоношенные дети. То есть уже где-то чуть-чуть. И чем больше, там тройня, там я вообще молчу, там рожают не на девятом месяце, а и на седьмом, там на восьмом в крайнем случае. Сегодня я прогуливаю школу. Сама. И то не рушат кейсерово делают. Думаю о том, как так получилось и что будет дальше. А мирисис в чем-то права. Что ребенку может дать Коля? А что я могу? И поймет ли меня мама? Скоро об этом узнаю. Коля сказал, что его мама ее наберет. А я пока скажу папе о беременности. Сейчас он живет 900 километров от меня. В Дородину Яновск. Работает шеф-поваром в сети известной гостиницы. Я решила рассказать папе, потому что он живет далеко. И ну, и как бы, что он мне реально сделает? Может, маме напишет, типа, ты что не уследила за дочерью, дура там, тупая? И все. Но, как оказалось, не все. Реакция папы на мою беременность меня просто убила. Ну, мне было очень обидно за эти слова. Его в моей жизни долго не было. Я считаю, что он не должен был меня, как бы, называть ***. Он должен сказать спасибо, что я с ним вообще делюсь чем-то. Ну, это полный трэш. То, что ребенок просто перечеркнул все детство, все молодость. Не хочу с ним больше общаться. Пусть оскорбляет кого-то другого. Алло. Алло, здравствуйте, Катерина. Это вас беспокоит Кольна мама, Надежда. Здравствуйте, Надежда. Что-то срочное? Я на работе просто. Ну, Настя беременная. Да я ее убью просто. Пойдем с этой дурой на аборт. Нет, надо как-то решить этот вопрос. Вместе спокойно. Вот вы со своим сыном разбирайтесь, а я со своей дочкой сама разберусь. Уж я-то решу этот вопрос. Все. Аборт, это ужасно. Если, не дай бог, вот у дочери не будет детей потом, спасибо, она не скажет никогда. Это правда. Ну, это так, палка в двух концах, конечно. Я за то, чтобы каждый человек, конечно, сам принимал решение. Я не поддерживаю вариант, когда если ты родишь, а ума ребенку дать не можешь, то тоже такая жизнь покалеченная, согласитесь. Ну, типа, да, возможно, потом ты скажешь, слава богу, что аборт не сделал там. Или, точнее, не сделала. Окей. Ну, просто, бать, многие рожают и реально вот так вот на детей забивают. И получается, вот как вырастет, так вот вырастет. Нормальная мама, я считаю, этого не сделает. Ну, риск есть, да. Что-то, может быть, первый-последний ребенок. Доигралась? На аборт завтра пойдем. Ну, не всегда далеко. Почему ты мне ничего не сказала? Потому что вот я им больше доверяю, чем тебя поняла. Ну, иди тогда, живи, ты пойду. Можешь поздравить. Сейчас. Настя беременна. Да, ладно. Ты знаешь, сколько ребенок ухода требует денег и ресурсов? Прям не могу больше. Ну, это вообще на самом деле... Короче, я так понимаю, у девочки по факту вообще поддержки нету. То есть ни отец, ни мать, никто. То есть тупа сама по себе. Поэтому она и тусит, гуляет, бухает. И нашла себе Колю. Вместо того, чтобы меня обнять, поцеловать и поддержать, она мне говорит, иди делай аборт. Типа, мне пофиг на тебя. И все как в детстве. В момент, когда мне плохо и так нужна поддержка, ее нет. На следующий день мама все же потащила меня к врачу. Я согласилась лишь потому, что хочу знать, все ли хорошо с ребенком. Сейчас мы сделаем... Ну, сейчас скажите, посмотрела УЗИ, там же жизнь. Ну, ладно, оставим. Определим ваш срок. У вас ровно 7 недель. Сердечко бьется? Сердечко, эмбриончико бьется. Успеваем ли мы сделать аборт? А, нет, все-таки мамке все равно. 7 недель-то это еще не срок. Будем делать аборт. Просто какая из нее мама, ей 15 лет. На этом сроке... А какая из тебя мама? Я смотрю на тебя как маму. Извини, но у тебя какие-то проблемы с дочерью, мягко говоря. Ментозный аборт уже делать нельзя. Это только инструментальное вмешательство. Это ее первая беременность. Велика вероятность, что в будущем может не успеть беременность. Какие-то осложнения могут быть. Риски очень большие, да. Не делайте поспешных выводов. Придите домой, обсудите. И потом приходите на прием еще раз. Дома, естественно, со мной никто ничего не обсуждал. Аборт и точка. Когда я рассказала обо всем Коле, он сказал не париться. Сами решим, что нам делать. А еще предупредил, что его родители собираются к моей маме в гости. И я свалила из дома. Здравствуйте. Решили с тобой ходить, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы Настя аборт сделала? Конечно, хочу. Сделает она аборт и больше может не родить никогда. Ну, ничего страшного. Ну, просто насрать. Ну, мамка вообще идеальна. Знаете, может скажет, ну, типа, ну, не факт. Возможно, что родит. Ну, не будет. Да и хрен с ним, господи. Будет бабой-одиночкой по жизни. Что за мама. Ничего страшного, что ребенок останется на всю жизнь без детей, да? А если, не дай бог, с ней природа что-то случится? Я еще сама хотела своего ребенка. У меня семья только создается. Вот в чем проблема. То, что вот ты ради Игоря, получается, не хочешь. Мне это не нужно сейчас. Я хочу выстраивать свою жизнь. Какая мать-эгоистка? Боже, какая мать-эгоистка, если честно? Ну, это жесть. Вот живет, наверное, ради себя. Ей плевать на всех. Даже на дочь. Странно, что они пришли ко мне с новоучениями. Конечно, все на нас свесить. За счет нас они будут такие хорошие, благородные люди. Мы уж сами разберемся в своей семье. Мало ли что будет, рожать нам или не рожать. Я теперь, знаете, понимаю, почему девочка такая. Какую х** нести? Она хочет устроить свою жизнь. Здесь надо спасать и ребенка, который не родился. И Настю тоже надо спасать. В общем, у нас одни дети. И всех надо спасать. Это вообще ужас. Она хочет делать аборт. Я против этого. А тем более он пережил с женой в 17 лет, когда... Сколько? 17, да, было жене? Когда двое не родилось и погибло. Сегодня Бог дал Коле ребенка. А завтра переболеет какой-нибудь болезнью. Той же, может, венерической. Все. Ну, для того, чтобы венерическим заболеть, это Коля должен где-то пойти нормально погулять. Это не появляется, а-ля поздоровался с кем-то за руку. И больше детей не будет. Я не хочу делать аборт. Ребенок для меня это шанс поменять свою жизнь. Построить семью и съехать от мамы с отчимом. Я очень хочу, чтобы мама меня услышала. Сегодня приходили родители Коли. Говаривают меня, чтобы Настя рожала. Такие умные, благородные хотят быть. Сами никакой ответственности не несут. Я вообще категорически против. Прикинь, ты еще заставишь ее аборт сделать, а потом мало ли чего дальше, что она больше рожать не сможет. Спасибо за поддержку. Молодец, чувак. Вот мне на самом деле отчим не настолько противны, даже как мама. То есть чувак очень не глупый. Не знаю, наверное, любовь у него с мамкой, но у мамы большие проблемы с головой. А отчим, в общем-то, нормальный чувак. Против оборота. Я понимаю, что для меня этот вариант невозможен. То есть я уже сразу понимаю, что будут роды. Я край муха услышала разговор мамы с отчимом. Удивлена, что Игорь на моей стороне. Я не удивлен. Кажется, у меня все-таки есть капля чего-то нормального. Но, похоже, маму он не переубедил. Тогда я придумала позвонить бабушке Тане. Может, она поговорит с мамой? Я очень люблю бабушку Таню. Несмотря на то, что мне пришлось пережить от ее пьяного сожителя в детстве. Да, беременна. Наверное, ребенка не будет. Мама искала делать аборт. Какой аборт? Она что, с ума сошла, что ли? Ты что? Сейчас я ей позвоню. Маме позвоню. Все будет хорошо. Сейчас я порешаю. Бабушка целый час разговаривала с мамой по телефону. И, кажется, мама начала сомневаться, стоит ли делать аборт. Еще бы. И родители Коли, и отчим, и я. Все против аборта. Это же живая душа, мой малыш. Когда же до мамы дойдет? Настя, почему ты мне не первый рассказал? Мне страшно было. Потому что ты такая мать. Доверие у тебя, девочки. Я вот и боялась. Твоей реакции. Вот тем более, те реакции. Такая была то, что мне сразу аборт сказала делать. Ну, прости меня. Настя прям хочет этого ребенка. И поэтому я приняла эту ситуацию. Когда все покапали, да? И решила ее подержать. Ну, вот сейчас я так подумала. Лучше рожай. Я буду рядом с тобой. Я тебе помогу всем. Да, да. Всем. В конечном итоге ей с этим жить. Странно, что мама еще удивляется, что я ей не сказала первой. Ее почти никогда нет рядом. Особенно, когда она мне нужна. Хорошо, что хоть вы. Так она сама лично сказала. Говорит, мне насрать как бы на дочку. Мне нужно свою личную жизнь строить. Ладно, если бы уже дочке было бы 25. Она где-то живет. Дочке, блядь, 15 лет. Ее нормально не дало ей образование, воспитание и так далее. Ну и хрен с ним. Знаете, как цветок. Растет как-то на улице или дерево? Да и как-то растет. В этот раз мама вовремя поддержала меня. Несколько недель прошли в суматохе. Меня, маму, Колю и его родители вызывали в полицию. Давать показания на тему того, как я забеременела. Мама спросила меня, все ли было по согласию. Я ответила, да. Я решила, что я не буду на Колю писать заявление. Написала я, что все... А зачем его писать, если реально было... То есть, если мы не берем в разницу в возрасте 2 года, что там, что там, я все равно считаю, что это еще подростки. И все было по обоюдному согласию. Было обоюдно, по согласию, что претензий нет. Просто я не хочу ему ломать жизнь. От старых привычек я отказалась. Что там, что там, ума. Даже как-то не хочется. А если бы и хотелось, не смогла бы этого сделать из-за токсикоза. В общем, беременность я ощущаю по полной. Токсикоз — это ужасно. Но ты хочешь кушать, а ты не можешь. Тебя выворачивает сразу. Каждый противный запах ты чувствуешь. Из-за токсикоза в школу я хожу раз через раз. И мы с мамой решили рассказать директору о моем положении, чтобы не было проблем из-за прогулов. Такой себе разговор получился. Забирайте документы. Она нам не нужна. Я не собираюсь никакие документы вообще забирать. Учителя, это уже можно понять? Даже день у меня в 15 лет рожают. Ну давай гасить из-за этого девочку. Понятно, что не справедливо. Я думаю, что учителя в шоке. Им, видимо, вообще тяжело это понять. И не хотят проблем никаких. Огласки на школу не хотят. И быстрее вообще хотят избавиться от нее. Что там, Коля? Работу не ищут, ничего не может найти. Вообще, Насте надо было, конечно, головой давать. Знаешь, как тяжело одно ребенка воспитывать. И мы с Игорем не какие-то миллионеры, чтобы всех тянуть. Логично, ну, легко судить чуваку, которому сколько там уже? 30-35, да, головой думать. А девочке 15. И, мягко говоря, головой никто особо и не занимался. Я просто так вспоминаю себя в 15 лет. Не, я такого не вытворял. Но ясно, что это вообще два разных человека. Чен, когда сейчас, блин, под 30-ник. И когда Чен был в 15 лет, это как у меня был? Девятый класс. Ну, вообще, два разных человека в плане мировоззрения и так далее. Да и вы так же самое, если себя вспомните. Большой промежуток времени назад. То это, ну, совсем все по-другому. Я не хочу все делать. Не ловить за нее рыбу, а дать ей удочку и научить рыбачить. Чен, какой старый, под 30-ник уже. Ну, я чувствую себя молодой душой. С Колей беда. Уже месяц я слышу одни обещания устроиться на работу. А по факту, нифига. Еще и отчим уволился с работы. Не поделил что-то с начальником. И теперь постоянно дома. И когда мама уходит на работу, я остаюсь с ним одна. Как когда-то со жителем бабушки. Это ужасно некомфортно. Я терпеть могу чужих мужиков рядом. Скорее бы снять с Колей квартиру и жить отдельно. Коля, как сработаешь? Это Коля Трейдер? Пойду работать, когда нормально работаю. Просто хочу съехаться. Медоело там с мамой жить. Ну, значит, ко мне. Давай переедем что-то. А где у тебя жить? Я вообще в ванной буду спать? Да, будешь в ванной спать. Я бы и не против жить с Колей и с его родителями. Сейчас мы хорошо общаемся. Они постоянно спрашивают, как я себя чувствую, поддерживают. Ну, как мы все пометимся в однокомнатной квартире? А, ого. Да не, ну никак. Нормально никак. Там однушка? Не, ну если там как-то можно вам кухню оборудовать для... Блин, ну это однушка. Мне долго будешь мозги вообще... Это сложно. Да, долго, пока ты не строгаешь. Мне это уже... Дима... Окей. Ну и пошел. У нас есть уникальная способность пилить мозги. Иди работай, там вот это все. Не собираюсь плясать под ее дудку. Как я захочу, тогда и пойду работать. Так дело не пойдет. Мы не сможем сидеть на шее у родителей. Дома рассказывать о проблемах не хочу. Все равно никто не поддержит. Договорилась встретиться с Мирисис и вывести то, что меня грузит. В школе нифига не работает. Чего мне делать? Расставаться. Поддержала. Ну я, честно, другого и не ожидал. Просто, честно, чего она ожидала. Он еще не понимает. Он еще не осознает то, что он будет батей. Многие, особенно пацаны-подростки, ну так, типа, ну, наверное, буду батей. Вот после родов у некоторых особей не у всех что-то меняется. И они начинают что-то делать. Ну, блин, пацану 17 лет. Пожалуйста, так и будет. Бросай его. Он тебя не достоит. Наверное, все-таки я тебе в этот раз послушаюсь. Вот. И просто забью на него фиг. Потому что, судя по всему, Коля забил фиг на меня. А Мирисис рассказала, что видела, как Коля тусит со своим другом Артемом и его девушкой Верой. Вместо того, чтобы искать работу. Когда я услышал от Коли, то что Настя беременная, просто ***. Я подумал, что Коля просто ***. Ну, какая у них может получиться семья? У них сейчас в головах должно быть бухать, гулять по ночам, курить в подъездах. Ребенка обеспечивать это очень сложно. И отец это очень трудно работает. Нормально весели. Да, я думаю, когда мне 18 будет пойти работать. О-о-о-о. Это вот это вот. Ну, вот когда 18, он стукнул 18. Ну, вот сейчас, как бы это кризис сейчас пройдет. Этот карантин. Сейчас работы нет. 21 стукнуло. Ну, вот, 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 сейчас скоро пойду. Вот это вот самое. Ну, ты ребенка раньше замутил? Замутил, да. Ну, вот это все, иди раньше работать тогда. Работать за копейки. У тебя есть эти копейки сейчас? Да. Ну, вообще ничего нет. Пацан этот второй хотя бы не глупый. Типа, думает, дружище, тебе нужно хоть за какую-то работу браться. Хотя бы с чего-то начинать. Потом, если у тебя есть мозги, ты начнешь как-то думать, как зарабатывать больше. Этот, ой, за копейки. Я хочу сразу быть директором. Завода желательно. Ну, вот, ты что, ты сидишь? Пошел вон работать. Да. Сидишь как олень на копытах. Да, это не легко так взять, просто найти работу. Вы можете договориться. Я могу договориться. Давай позвоню, то есть, я незнакомому. Хорошо. Ну, это все, отлично. Все, замерзну. Безответственный пацан у этой девки, Коля. С тех пор, как Коля меня послала, мы больше не общаемся. И я злюсь на него. То есть, дружбан хотя бы понимает, что, блин, было бы желание любую работу. Ну, это такая ведьмежья услуга, на самом деле, когда давай, я тебе найду работу. Она ему нахрен не нужна. За такое поведение. У нас скоро будет ребенок, и ему пора повзрослеть. Да, да. Ну, я к твоему подъезду подошел, выходи, постоим, поговорим. Разбежалась и побежала к тебе. Ну, давай, выходи. Тут мне новости для тебя есть. Ладно, сейчас пущусь. Я надеюсь, это будет хорошая новость. Иначе Коля пойдет туда, откуда пришел. На работу устроился. Буду еду развозить. Там обещали 20-25 в месяц. Слава богу, просто. Чего так решил? Так долго тянулся этим? Да, ты давил, а вот взял, устроился. Когда у тебя первая зарплата будет? Не сказать, что я понял, как бы, а ты надавил, а вот и устроился. То есть, типа, ну, мне нахрен не надо, просто ты очень прям заставила меня. Ну, то есть, говорю, это значит, что долго там работать не будет. Это не то, что он сам понял. Я не знаю, еще не уточнял. Поэтому все хорошо. Может, пойдем погуляем? Ну, пошли. Я, конечно, надеюсь, что он начнет работать. Мы начнем. Мы с ним построимся, мы будем счастливы. Сейчас с ним начнет. Работа Коли – это не единственная хорошая новость за сегодня. Вечером мне позвонил папа. Мы с ним не общались с тех пор, как он узнал о беременности. Хоть я и злая на него за его реакцию, все же трубку взяла, потому что я скучаю. Привет, как ты? Нормально. Я звоню извиниться за свои слова. Сохраняй ребенка. Я был неправ. Ну, прошу прощения. У него бедно, как бы ты в мальчике слова наговорил. Молодец, что хотя бы извинился. Я понимаю, я сгорячаю. Просто какая поддержка нужна? Поддержка. Мне она нужна была, пап, с самого начала. Я понимаю, извини. Я надеюсь, что Коля хороший мужчина и понятно, что они молодые. Нет, тут батя плюсик. Ну, лучше поздно извиниться, чем никогда. Поэтому ясно, что вначале хотя бы признал свою ошибку. Ну, окей, молодец, батя. И там с моей стороны, ну, если надо, я подержу. В школе я перевелась на дистанционное обучение. Я и так ненавидела туда ходить. А сейчас тем более. После того, как все узнали о моей беременности, находиться там просто нереально. Мне пишет девочка в соцсетях, что вот учительница по-русскому рассказывала про тебя, в классе, то, что какая-то там ноги раздвинула. А потом все ученики ржали надо мной. Из-за того, что учителя ко мне так относятся, мне вообще не хочется учиться. Дома тоже чудово. Коля все время на работе. Я чувствую себя очень одиноко. А маме плевать на мои чувства, как и всегда. Единственное, с кем я могу пообщаться, это мама Коли. Она стала ко мне очень тепло относиться. Что у вас происходит с мамой? Ну, мама просто на работе. На меня нет времени. Я не знаю, я не понимаю твою маму. Она всегда так и в детстве помнит. Гулять уходила мне с бабушками, оставляла все время. Ну, она такая была бабаша. И я по улицам скиталась. Ну, просто в жизни. А что у тебя такого происходило? Может быть, что-то я не знаю? А, изнасиловали мужики? Мне очень приятно то, что тетя Надя переживает за меня. Мне обидно то, что мама так ко мне не относится, как к тете Наде. Хоть я и доверяю маме Коле, но не могу рассказать обо всем, что происходило со мной в доме бабушки. Не хочу вспоминать это. Хоть и понимаю, что никогда не забуду. Ммм. Значит, там что-то-то было. И не просто бухали. И не расскажу, да? К Коле мы по-прежнему почти не видимся. С этой своей работой он слегка забивает на меня. Целый день пытаюсь к нему дозвониться, чтобы позвать гулять. Но он не отвечает. И к вечеру тоже не вышел на связь. Подождала еще пару часов и пошла к Коле домой. Вдруг что-то случилось. Где Коля? Коля на работе. Позвони Коле. Ну, на работе. Угу. Ну, если точно на работе. Сегодня, кстати, зарплата. Он с друзей где-то отмечает. Думают, что так не поступит. Семья же все-таки. Я, конечно, надеюсь, что ни Коля, ни его зарплаты никуда не пропадут. Но не понимаю, почему сложно взять трубку. Я звоню Коле уже сотый раз. Скучаю по нему, переживаю. А он не берет трубки. Сейчас найдем Колю, да? Кто тебе реально званивает? Настя звонит. Ну, так возьми трубку-то. ***. Дело ваше. Я Насте решил не говорить, что мы пойдем в бар. Вот, решил это скрыть, потому что, если она узнает, она начнет мне пилить мозги. Не надо. Ты сиди дома. Ты че? Прошло еще несколько часов, и ничего не поменялось. Больше не звоню. То посмотрю на дверь и жду, когда же он придет. Здорово. Ты куда пошел? А, пришел немного подбуханно, да? Что там случилось-то, я не поняла? Все нормально. Ты вообще в говно, ты не видишь себя? Почему я тебе не могу весь день дозвониться? Ну, я занят был, не слышал. В смысле занят? Давай деньги на ребенка. Сколько ты заработал? Много. Уже нет почти ничего. В смысле нет почти ничего? Ты нормальный? Ты все пробухал? Ну, так, да. Я с друзьями отдыхал. В чем проблема? То есть ты оплачивал им все, да? Да, все я оплачивал. У тебя друзья конченные, как и ты сам. Слушай, а может, пойдет? Коли настоящему на друзей и на бухло у него есть деньги, а на ребенка нет. Я вообще не понимаю, как я могла связаться с таким безответственным придурком. Видеть его не хочу. Коле повезло, что еще папы дома нет. Они друг друга стоят, честно. Она как бы слова не подбирает. Ну, и он себя ведет, конечно, не особенно. Он бы его прибил. Я даже не попрощалась с тетей Надей и просто свалила домой. Все, спи. Разговаривать даже не хочу. Завтра поговорю. Придя домой, я молча легла спать, а на утро же сказала маме. Мама молодец, поняла, что типа сейчас с ним без толку говорить. На утро, на трезвую голову, на светлую, как бы будет продуктивнее, полялякать. Мы говорим о том, что произошло. Они должны знать, потому что, судя по всему, я с ними буду жить долго. А, пошла пожаловаться. Это была ожидаемость. Не дождусь, короче, от вас в поддержке я пошла. Ну, как всегда, мы во всем виноваты. Ну, такого мужчину Настя себе выбрала. Придется Насте все на себе тащить. Сама в этом виновата. Мы с Колей не общаемся. Он даже не додумался извиниться за то, что пробухал всю зарплату. Зато за него постоянно извиняется его мама и часто звонит мне. Мне, конечно, приятно, все, я так понимаю, самые адекватные все этой семейки это мама Коли, да? По толку. Я вообще не знаю, что делать с Колей. В плане понимания, общения. Я хоть и понимаю, что он отец нашего ребенка. То, что у нас должна быть семья, но с его пофигизмом, ну, я не знаю, что делать. Чтоб с Настей помирился. Ты понял меня? Дай сюда. Я считаю, что я первую получку получил. Не надо вообще Насте отдавать, что ребенка еще нет. На что она может себе купить, я даже не знаю. Вообще, я ничего не обязан. Отчим Игорь устроился на работу. Безответственно, чувак. Куда и кем без понятия. А я парюсь из-за того, что работает он дома. Мне как-то не по себе, когда мы находимся вдвоем без мамы. Подобавок к этому Игорь еще и прессует меня постоянно. Ты чего все лежишь-то, я не пойму? Ну, потому что я беременна, я хочу полежать. Слушай, подумал, куча всего не сделана, уроки сделаны? Нет. Почему? Мне тяжело. Беременность — это не болезнь, в курсе, да? Это хлев у них дома. Хорошо. На сегодня телевизор закончен. Это, во-первых, моя комната, я хочу здесь отдыхать. Ты ничего не хочешь делать? Да и дети у тебя нет. Долбали уже вообще. Меня порой прям вот раздражает. Вот тарелки оставлены. Кетчуп везде размазан, поела, ушла. Но это... Как воспитан. Это лечится. Мы же с этим работаем. Ты вообще-то как бы с мамой ее живешь. Со своей как бы женой или так кто-то там тебе сожительница, расписанная, не расписанная. Надоело это терпеть. И надоело жить с мыслью, что деваться мне некуда. Кому звони. Остается только звонить папе и жаловаться ему. Меня тут все задолбали. Короче, она постоянно ищет от кого-то поддержки. То есть ее никто не поддерживает. Он говорит, вот, бля, так я ожидала. Спасибо за поддержку. Пошла к другому. И вот она постоянно ищет хотя бы кому излить душу. По факту, то есть девочки никто особо не поддерживает. Хочу бабушка у нее еще есть, которая переубедила маму, чтобы не делать аборже. Игорь только и может там. Иди посуду помой, иди полы помой, иди пыль протри. А мама тоже за Игоря. Мне напрягаться тоже вообще-то нельзя. Сейчас покражу раньше срока из-за них. Ладно, пап, все понятно. Теперь и ты говно. У нее стандартные, там все понятно. Так, ладно, позвоню как бы это. Ой, там все понятно. Позвоню, а это... На самом деле тут корень сложный характер у нее. Наверное, воспитание зависит. Она сама себе была предоставлена. Мама просто на чехасе. Меня никто не понимает. Сама себе. Обиднее всего за маму. Каждый раз я жду ее с работы, чтобы поговорить об Игоре. И проблема в том, что сама себя воспитала плохо. Ну и другого особо ждать было нечего. Подросток, что вы думаете? Он прям будет задумываться о том, что ей в будущее, в жизни надо? Да нет. Но она меня никогда не слышит. Настя, что ты себе позволяешь? Ты живешь с нами? Я не обязана слушаться Игоря. Ты меня должна слушаться, а я тебе говорю, чтобы ты выгодишься Игоря. Ты что, вообще что ли? Эгоистка. Самая настоящая. Я тебе сказала, иди к своему Игору, поняла? А ты иди к своему Коле. Ну и пойду. Собрала вещички и пошла тогда. Ну и пойду, хорошо. Ну иди тогда. Ну все, давай. Если бы я была дорога маме, она бы просто взяла и бросила Игоря. Ей пофиг на меня. Какие шикарные отношения. Я просто жду момента, жду возможности, чтобы побыстрее от них съехать. Куда? Единственная возможность это сделать, помириться с Колей. Вот только как это сделать, пока не знаю. Здравствуйте, я бы хотел с Настей поговорить. А о чем ты с ней хотел поговорить? Извиниться. Я подумал, что лучше извиниться, потому что она носит ребенка, и у нас все будет хорошо. Можно поговорить с собой? Ну не знаю, давай. Пойдем. Ну давай, говори. Ну я хотел извиниться, потому что я зарплату все пропил. Это ненормально. Нужно покупать кроватку. Ну вот это все, да? А ты решил пропить на алкоголь, потратить на друзей. Дальше что будет? Прошу прости, заработаю деньги. Купим там коляску, все. Ну посмотрим. Я его люблю. Я надеюсь, то, что наши отношения поменяются, и то, что он меня тоже любит. Надежда, вещь хорошая. Мы с Колей идем на плановые УЗИ. Надеюсь, сегодня скажет полребенка. Как вы себя чувствуете? Ну, более-менее хорошо. Вы скажете, кто у нас будет? У вас будет девочка. Я всегда мне девочку хотела. Открали. До последнего надеялся, что он будет мальчик. Мальчика я хотел, потому что с ним, я считаю, что было бы проще как-то найти что-то общее. Что нормально. Девочка. Девочка, главное, чтобы была здоровая. Если ты не умеешь как бы воспитывать детей, неважно, кто у тебя будет, мальчик или девочка. Типа, мальчика можно клепнуть ремнем девочку как-то жалко или что? Но если в твоем плане воспитания найти общий язык, это вот ты в этом видишь, то, конечно, проблемно будет очень. Я рада, что мы с Колей помнились. Теперь я меньше времени провожу дома. И гуляю с ним после работы. Еще думаем, как назвать дочку. Ну, мне нравится имя Мерисия. Да какая Мерисия? Сучила совсем, что ли? Только через мой труп. Ты что? А, она хочет назвать через подруги. Давай тогда ты придумай. Виолетово, допустим, можно. Не, мне не нравится. Твоя Карина. Какая Карина? Ты что, совсем что ли? Все, давай не будешь мозги вот этим пилить. Я хочу девочку назвать. В итоге мы ни к чему не пришли. Ну и ладно. Время подумать над именем еще есть. Мой живот как-то резко начало расти. И вместе с ним растет и мой вес. Но я стараюсь не зацепиться на этом, а думать о своей дочке. У меня появляются чувства материнские к ребенку. Чувствовать спинки своего родного человечка, ну, во-первых, это очень мило. Будто у тебя изнутри кулаком там бьют. Коля не косячит, работает. Но денег на аренду квартиры нам все равно не хватит с одной его зарплаты. Поэтому я решила без дела тоже не сидеть. И пойти на курс обровиста. Позвонила папе, и он выслал мне на них 5000 рублей. Обучение продлится всего неделю, и потом я смогу уже начать работать с клиентами. Вот так вот неделю поучилась, и все, уже можешь делать. Образование за неделю. А сегодня у меня первое занятие. Не оставляешь красочное нижнее. Я очень благодарна папе, то, что он мне дал возможность заниматься бровями, ресницами. Мне очень нравится этим заниматься, делать людей красивыми. А плюс к тому еще я буду зарабатывать. Это же просто отлично. После курсов я договорилась встретиться с Эмилисис, но Коля сказала, что прогуляюсь одна. Он терпеть не может, когда я с ней встречаюсь. Так мы друг другу врете. Он врет тебе, в Лёше, ему вы прям друг друга стоите. А я не хочу лишний раз с ним ругаться. А, я, кстати, тут в магазин шел. И встретил ее с Эмилиссой, да? Подругой своей, Эмилисису. Так. И он сейчас скажет, то есть мне нельзя. Ну, сейчас все будет. Че-то они куда-то шли, не знаю. Че тебе? Я ей говорил, блин, ну, типа, не общайся вообще с ней. А че тебе, Эмилисис, че тебя так бесит? Ну, что мы малолетки вот че. Ну, смотри, как бы она Настю не затащила никуда. Ну, я вот о том же думал. Наберется от нее мозгов и такое же встание. Сказал с Эмилисис не общайся. В итоге меня это уже просто вам вообще бесит. Пришел на разборки. Мне вчера рассказали, что тебя видели, как ты с Эмилисис гуляешь. И что? Ты не будешь с ней больше общаться. Ну, ты со своими друзьями угадаешься. Ну, а ты обманула меня, получается? Ну, обманула и обманула. Ты-то делаешь это е**ть. Иди отсюда. Это он пытался на нее руку поднять? Понятно. С этого только все начинается. Я чувствую обиду, злость на него. Мне кажется, что мужчина должен себя держать в руках и никогда не поднимать руку на свою девушку. Настоящий мужчина должен уметь разговаривать. Настоящая женщина тоже. И вы друг друга стоите. Не могу поверить, что Коля поднял на меня руку. Я просто прогулял с подругой по улице. Почему все мужики в моей жизни такие конченые? Потому что ты всех мужиков в своей жизни считаешь конченными. И нормальный к тебе не может прибиться по определению. Нормальные люди прибиваются к нормальным людям. Ну, если они и тот, и тот с головой. А вот такие, как ты, ну, находят таких же мужиков. Это все логично, закономерно. Ну, я редко видел, чтобы миллионер вместе гулял как бы с бездомным. Ну, утрированно и дружили вместе и наоборот. Там, ну, блин, каждый, в общем-то, создает вокруг себя какую-то ячейку общества. Не просто так придумали фразу «Покажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты». Это причем очень сильно, как бы, ну, соответствует правде. А у нее, ну, конечно, есть отношение, что все кончены, отец конченый, отец конченый, вообще все мужики кончены. Ну, и все. Все логично. Что со мной не так? Вчера Коля приходил, и, короче, ему кто-то сказал, вдруг там, то, что мы с тобой видели, и Коля, короче, на меня руками начал махать. Коля конченый. Конченый, конченый, Коля, все мужики кончены, козлы все мужики. Угу, да, согласен. Первый раз, значит, и ударит еще. Коля, во шоке, что так получилось. Надо точно с ним расставаться. Кто так не может продолжаться. Ты уже это третий раз расставился. Сказать легко, что надо расставаться. А вот кому я буду нужна в 15 лет с ребенком на руках? Боюсь бросить Коле и потом об этом пожалеть. Вторая еще мысль такая тоже. Кому я нужна буду? Что за мысли такие появляются? Что случилось? С Колей поругалась опять. Знаешь, давай так, пока он... Зачем лезть? Я с мамой разговариваю. Ну, в смысле, зачем он лезть? Ну, и что, папа, что ли? Или кто? Миша, она очень сама по себе дерзкая. Надеюсь, что ты не должна так разговаривать с Игорем. Я считаю, что Игорь... Да, очень дерзкая. Мне тоже Игоря немного жалко, как она так общается. Типа, вот, вот, рот закрой, я с мамой разговариваю. Блин, ну... Что делает? Для нас. Как себя ведет, то и получает. Пока он за голову не возьмется, чтобы его здесь не было. Все равно, то у Коли толку никакого нет. Все, что он сделает, только ребенка. Съешь яичко лучше. Не хочу. Я, как человек, который отвечает за Катю и за Настю в нашей семье, мне не нужен внешний раздражитель, из-за которого происходят какие-то передряги. Какой бы Игорь ни был, тут он прав. Не хочу, чтобы Коля так обращался со мной. Я написала Коле, что мне не нужны такие отношения. А в ответ тишина. Что-то... Ну, я не хочу сейчас нигде работать. Я был готов просто растерзать. Ты у нас спросил, мы хотим помогать. Я не хочу находиться в этом доме. Где? Чем я... Ну, чем она лучше? Жаволю, то есть... Взяла, тоже его клепанула ляпасом. Потом удивляется, почему он ее будет клепать. Ну, если уже появляется физическая сила в семье, я не с той стороны не оправдываю, не с той. Потом она рассказывает, о, он меня избивает. Так ты тоже руки поднимаешь. Где есть такое правило, что бабе мужика можно бить, а мужику бабу нельзя? Ну, нет такого правила. Поэтому держитесь друг за друга и счастье на любой. Вы прям друг к другу подходите. Ченду нравится, будешь что обозревать и делать, в общем-то, выводы. Виноват, ты скажи мне. Ты меня бросил. Будешь сам он ездить. Сделайте мне, блин, кесарево не могу. Ты родила, ты должна сидеть с ребятом. Там натурально. Зачем копаться в прошлом? Падем, ты что, на шерсть. Они друг друга стоят, каждый по-своему. Тут, знаете, не тот случай, когда, боже, такая святая девочка, вот он козел полнейший, либо наоборот. Ну, нет, согласитесь, вы это тоже сами прекрасно видите. Я продолжаю набирать вес. Из-за лишних килограммов спина часто болит. Ноги отекают. Бывает сложно даже стоять. Курсы бровиста я закончила, но работать мне тяжело. Да и незачем. Ведь снимать квартиру с Колей мы не будем. Буду работать, курсы бровиста, хоть буду работать. Ну, я как бы так поняла, не буду работать. Даже не общаемся. А вот с его мамой поддерживаем связь. От нее узнала, что Коля уволился с работы и целыми днями ничего не делает. Я решил уволиться с доставки, потому что горбатиться и получать вообще копейки. Платит плохо. Мне исполнилось 18 лет. Родится ребенок и можно уже найти более-менее нормальную работу, где можно зарабатывать побольше денег. Ну, я не хочу сейчас нигде работать. Вот мне... Не хочешь? И кем ты будешь? Что у вас происходит? У меня уже нервы не выдерживают. Работать меня заставляет, но... Коль, работать надо. Ну, я же маму говорил, что не хочу сейчас... А я тебя не буду кормить, понял? Будешь сам он ездить. И будешь ходить вот в этих штанах зимой и летом одним цветом, понял? А голову будешь мыть мылом. Хозяйственным. До 18 лет ты меня должна обеспечивать. Сам натуральный. Как ты вообще разговариваешь? Кто тебе что должен? Посмотрим, как у тебя ребенок родится и посмотрим, кто кому должен будет. Думаешь, он это понимает? Вот он только что понимает. Я возьму его и растопщу. Если ты еще раз будешь сидеть с телефоном. Ну, поломай. Мой телефон, понял? Ты ничего себе не заработал. Это беда просто. Ну, батя тоже, конечно, здесь такой кадр. То есть видно, что воспитание от него... какая-то уже становится неуправляемой. Мы парни теряем. Сегодня у меня УЗИ. Об этом я написала маме Коле, а она захотела пойти в больницу со мной. Я всегда переживаю, я всегда переживаю, всегда списываемся с Настей. Как дела? То есть интересуюсь обязательно. Головное предлежание. Вот она, красивая головка внизу. Сердцеберение. Видите, здесь все нормально. Плацента. Вот я смотрю, маловодие, ну, оно уже после 32 недель к 36 становится физиологически. Меньше. Меньше, да. 32 недели – это один из критических сроков, которые нам нужно поддержать эмбрион, и тогда будет все хорошо. Врач сказала, что у меня есть еще плацентарная недостаточность, и нужно наладить питание, пропить витамины, железо и гемоглобин. И хоть врач говорит, что это все не опасно, я очень боюсь, чтобы ничего не случилось с моей дочкой. Ты же к врачу пришла. Я внашивала уже столько недель, и как я могу просто взять и потерять ребенка. Моя мама купила мне все необходимые витамины и сказала, что ребенка содержать мне поможет. Но полностью этого делать не собирается. Что у ребенка есть отец, и это его обязанность. И она хочет обсудить это с мамой Колей. Я не вижу, что у них с Колей какое-то будущее будет. Даже не вижу рвения со стороны Коли. Так зачем ты хочешь поговорить с мамой, если ты этого не видишь? Чтобы у них там что-то было общее. Я считаю, что Коля не привык трудиться, и он по жизни так будет, мне кажется. Надь, я позвала тебя поговорить по поводу наших детей. Работать он не хочет, но меня это не устраивает. Почему он только на нас рассчитывает? Это неправильно. Катя, ему он тоже несовершеннолетний, как твоя дочь. Устроиться он пока не может. Но он же не ждал совершеннолетия, когда, извините меня, они там с Настей любовью занимались. Ну, это надо было следить нам. Вместе. Я поняла по... Ну, по человеку. Следить нам, значит следить. Слово следить неправильно, надо было правильно воспитывать. Правильно, не значит слово воспитывать, это клепать ремнем, идти и как-то терроризировать ребенка. Нет. То есть какое воспитание дали, то и получили. Что там говорить бесполезно. Я считаю, что детей надо поддерживать. Во всех случаях. Давайте определимся, то, что покупать будет. Нужно понимать, кто коляску, кто кроватку. Там, может, родовый отвод будут. Может быть, сходим в магазин, посмотрим детские вещи. Хотя бы купим на первое время. Не знаю, может, мама Коли на него повлияла. А может, он сам наконец расчехлился. Но Коля мне написал. Сказал, что хочет прийти ко мне. От тебя. Спасибо. Я скучился по тебе. Поговорим. Проходи. Поговорим. На кухню. Аня. Ну, я хотел извиниться. Все время извиняешься. Что-то новое, может, скажешь? Буду работать. Буду деньги копить. Ты говорил это еще в начале отношений. Обещаю. Как я тебе могу доверять после того, как ты это говорил раз сто и, ну, как бы, вообще ноль в выполнении обещаний? Ну, обещаю, Зая, больше такого не повторится зуб до его. У тебя прям последний шанс, понял? Спасибо, Зая. Наверное, я дура, то, что я его всегда прощаю. Но, блин, я ничего могу поделать со своими чувствами. У меня одиноко. Держитесь до конца. Я боюсь остаться совсем одна. Тем более, скоро в моей семье произойдут изменения. Игорь с мамой решили через месяц расписаться. Я уверена, после этого мама еще больше забьет на меня. Просто решили, давай поженимся. Почему нет? Мы живем вместе. Нормально. Ничего плохого я там не вижу. На 36 неделе я поняла, что токсикоз, который мучил меня в течение первых двух месяцев беременности, это не самое страшное, что может быть. Сейчас я страдаю от сильной головной боли. Порой даже не могу встать с кровати. Сейчас посмотрю в аптечке, что может помочь. А реклама какого-то лейкопластера до головной боли? Первый раз такую штуку я увидел. Серьезно? Типа уже можно не таблетки пить, а что-то на голову клеить. Фига себе. Первый раз такую штуку увидел. Не знаю, конечно, она как-то там, не знаю, какой-то фермент проникает через кожу головы в мозг, чтобы убрать головную боль. Как это работает? Так как-то, да? Моя мама купила кроватку и комод, а маму Коле коляску и детские вещи. Все это стоит теперь в моей комнате. И в виде это я понимаю, что вот-вот стану мамой. Да и живот уже каких-то нереальных размеров. Мне кажется, еще немного он просто помогает. Скорей бы уже родить. Блин, что-то такая жирная стала. Ты беременна вообще-то. Жирная. Это мог поддержать меня, сказать, что ты нормально выглядишь и так далее. То, что потом сбросишь. Все, извини. С большим животом очень неудобно передвигаться, лежать, спать. Я очень комплексую, потому что я ощущаю себя как колобок, шарик и жирный. Типа то, что я беременна, такая бы... Странно, почему я набираю. Бота так и не нашел. Говорит, искал. Но то платит мало, то график какой-то не такой. Ждет совершеннолетие, чтобы устроиться куда-то. Сидим все время у меня дома. Не, ну я согласен, что типа когда там, я так понимаю, он хочет устроиться возможно где-то официально, где берут с 18. Но все равно скажу так. Было бы желание, даже несовершеннолетний может зарабатывать вполне достойные деньги для своего возраста. Вот уверен в этом. Отчим сначала был против, а потом поговорил с Колей к умышлению. Постригся. Мы с Колей поговорили, говорю, еще один косяк, и ты больше здесь не появляешься. Я ему объяснил свою претензию, он сказал, что я понял, все, вот на этом у нас пока вот такие отношения. Ты долго будешь лежать вот так вот целыми днями? Ну, а что такое? Ты когда работу будешь? Ну, пока мне 18 лет, я никуда не буду встраиваться работать. Сейчас в чем проблема? Сейчас не хочу найти настройку работать. Что значит не хочу? Ну, западло мне. А ребенка чем кормить? Ну, родители помогут. А ты у нас спросил, мы хотим помогать или нет? Короче, Николай, нужно думать что-то. Какие-то намерки. Мне надоело смотреть, как вы тут лежите целыми днями безделия. Так что, Коль, иди давай встал. Мне даже по лицу видно такое пофигистическое отношение, типа, все для него будут стараться. Давай иди, работу искать. Я же сказал, что у 18 только пойду работать. Меня это вообще не волнует. Давай, Коль. Хватит уже на шеях сидеть. Настя, иди вон, снимай квартиру и приводи его к себе домой. Да я с радостью съеду. У меня даже нет сил спорить с мамой. Да и настроить. А мама что понимает, иди, снимай квартиру. За какие бабки иди, снимай квартиру? Ну, мать тоже, поэтому бьет по больному, типа, иди, снимай квартиру. Мне тоже, потому что понимаю. Тут она права. Я надеялась, что этот день никогда не наступит. Но вот моя мама с Игорем в ЗАГСе. Она выглядит, как принцесса. Волосы нарастила, ресницы. И видя ее с отчимом такой счастливой, я не понимаю, почему у меня не так. Вы здесь, ваш ответ? Да. Вы здесь, это ваш ответ? Да. Для вас мужа и женой. Ура! Теперь мы, наконец-то, же семья. Так, я вот здесь не так снимал. Сейчас помню, что как-то сидит. Когда на это смотрю, это вообще такие неприятные ощущения. Мне прям так противно как-то. Ну, не очень приятно. Противно за счастье мамы. Класс. На самом деле, я очень хочу свою семью. воспитывать ребенка с Колей в нашей квартире и ни от кого не зависеть. И устала уже чего-то ждать. Мы отпраздновали роспись мамы с Игорем в ресторане и на следующий день я решила поговорить с Колей. Ну что, когда будем снижаться? Не знаю. Ну, на что мы будем жить? Вот мы съедемся. Ты же не работаешь. Что вот твоя мама? Ты меня заставляешь работать. И зачем это надо? Ты... Зачем вообще работать в этой жизни? Согласен. Ну, кто-то придумал? В натуре. Блин, а ребенок еще будет ждать, когда тебе 18 исполнится? Что он будет есть? Что он будет есть? Найдет, что есть. Да иди на х**ер. Все, конченый. Овца. Иногда я думаю, как я могла залететь от такого человека, как Оля, от такого безответственного, безмаберного человека. И мне очень грустно, что я залетела от него. Я вообще не понимаю, как это произошло. У меня в жизни ничего не складывается. Другой, остойте. Тяжелое детство, фиговые отношения, ранняя беременность, не подошел от мамы. Мне страшно думать, как я буду дальше со всем этим одна. Какой я буду мамой? Исправлюсь ли вообще? Рожаем? Ночью я проснулась от того, что у меня отошли воды. Испугалась, крикнула маму. Они с Игорем отвезли меня в роддом. Там я уже осталась одна. Написала Коле, что рожаю. Какие бы у нас ни были отношения, это и его ребенок тоже. Берете документы, ваша ручка. И все, не переживайте, успокойтесь, все хорошо. Но как не переживать? Дышим, дышим. Ужасно больно. А вот схватки, это самая адская боль, которую я просто чувствовала во всей своей жизни. Будто я просто умираю, мне вспаривают кишки без анестезии, переезжает поезд. Ты большая молодец. Это просто самый лучший момент в моей жизни, когда мне ее положили на живот. Мне хотелось просто не отпускать ее никогда. Ужас превратился на счастье. Теперь я понимаю, что не зря терпела эту адскую боль. Ведь в моих руках сейчас мой смысл жизни. Посоветовавшись Колей, решили назвать дочку Соня. Смотрю на нее и понимаю, что счастлива быть мамой. Мне нравится наблюдать, как она спит. Она, во-первых, не орет, и она очень милая в этот момент. Как вы себя ведете? Когда как? Я почти все научилась делать. Кормлю сама, подгузник легко меняю, помыть дочку тоже не проблема, а вот пельнать пока не выходит. Но в роддоме хорошие врачи и в случае чего помогают мне. Вот так, лапочки на желатке у нас будут. Да. Я ничего не придам? Вот смотри, у нас физиологическое положение, как она сидела внутри утром, согнувшись. Ей это психологически комфортно. И вот сюда хвостик завернули. Все. Мне вот интересно, для чего вы пеленают? Напишите в комментариях. Для того, чтобы типа ровно рос или что? Просто мне кажется, блин, капец как некомфортно ребенку, блин, руки не поднять, ничего, либо чтобы он не перевернулся и не задохнулся, либо чтобы руки, не знаю, в лицо, в рот не пихал ребенок. Для чего основная идея пеленать ребенка? Вот кто шарит, напишите в комментариях. В роддоме я побываю еще 4 дня, пока не пришли все результаты анализов, мои и Соня. С нами все хорошо, и меня сегодня выписывают. Честно, не очень хочу отсюда уезжать. Здесь мне помогали и поддерживали, а как будет дома, я не знаю. На выписку приедет мама, Коля и его родители. Отчим и не будет, уехал по своим делам. Волнительно. Настя, это тебя? Спасибо. Бери, вот она. Ваша девочка. Спасибо большое. Мне кажется, на меня похоже. На деда. Ой, Настеньку, поздравляю. Спасибо. Настя, тебе спасибо. Спасибо за дочку. Мне, ты что? Когда взял на руки, страшно маленькая, такая хрупенькая. Дай попробуй подержать. Ну, я дома подержу. Она такая классная, такая красивая. Даже до сих пор не верится, что я бабушка такой прекрасной девочкой. Я поздравляю тебя с вашим рождением. Спасибо. Да. Я растерялся и про тебя забыл. Тебя поздравляю. Настя будет очень хорошей мамой. Мы так думаем, будем помогать ей. И все. Ой, не факт. Ой, не факт. Скажу так, пример у нее не очень самый такой, судя по ее маме. А как-никак, это очень подсознательно все влияет. И это очень далеко не факт, что она будет хорошей мамой. Это спустя время только можно будет понять. Ясно, что сейчас мы видим, что она будет за ребенком якобы так ухаживать, возможно, кормить. Но только спустя время это можно будет понять. Какой она мамой будет. И шансы невысоки. Я устала. Очень мало сплю. На положительное. Стараюсь все успевать вовремя. И переодеть, и покормить дочку. Грудью не кормлю. Соня на смеси. Оказалось, моим молоком она не наедается, потому что она как вода. Пустое. Кормить смесью неудобно. Потому что ночью, когда ты уже спишь глубоким сном... Ну, наоборот, нормально кормить смесью. А, типа, в плане дать сиську сразу или что-то мешать идти? Ну да, согласен. Надо встать, что-то сделать. Ребенок вдруг плачет, тебе нужно встать, пристерилизовать бутылку, потом налить туда воду, подогреть ее. О, это прямо, знаете, так как расписывать. Ну, знаете, ночью ходить, срать тоже неудобно. Пить свет, снять трусы, сесть на унитаз, подумать, потом взять бумагу, пойти, боже, сколько... Ну, легче всего лежишь в кровати, и дальше продолжил спать. Правильно? Помешать эту смесь и только дать потом ребенку. Это очень неудобно. И очень затратно. И платит за эту смесь мама с отчимом и родителя Коля. Сам он так и не работает. С ребенком видится. То к нам приходит, то я вожу Соню к нему домой. Но отношений у нас никаких. Папой будет тяжело. Пока что я с Соней прожил мало времени. В будущем я, конечно, буду больше уделять времени. А так пока что приучаюсь, адаптируюсь. Не спит еще? Дай мне ее на ручки. Чего она у тебя вся какая? Какая разболтанная? Давай-ка я ее переоденку. С большим удовольствием. Держу, тискую, нянчу. Лучше, чем мамой быть бабушкой. Настюш, ну что там Коля у тебя? Как всегда. А я тебе говорила. А я говорила. Это вот стандарт, знаете, это мама. А я говорила. В итоге все на тебе. Ну вот, значит, обрубай все. Пускай, не просто у нас ребенок. Советчица. А Софья будет одна, что-то разделает для ребенка. Ничего. Вот именно. Я тебя одна воспитывала, воспитывала. Так это получается. Мою судьбу повторяешь. Вот это да. Вот, вот мы к этому идем. А вот, как она будет мамой, я уже представляю. В будущем, когда ребенок вырастет, тоже дочка. Угу. Вот наша красотка готова. Я не повторю мамину судьбу. Мой ребенок никогда не будет чувствовать тебя прочным. И никому не нужно. Да, 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 да. В начале тебе так точно кажется. Да. Вот только как я это все вытяну одна. Сама я не справлюсь. Поэтому решила в сотый раз поговорить с Колей. У нас должна быть семья. У нас родился ребенок. Ты мне обещала, что мы съедемся, а ты будешь работать. Ну вот, сейчас найду нормальную работу, буду работать. Ну ты в умерющей беременности так говоришь. Я занят. Чем? С друзьями гуляешь? Ну, допустим, и что? Ну, я тоже хочу с друзьями погулять. Нет, ты родила, ты должна сидеть с ребенком. Тебе его и кормить, и памперсы менять. Ты зачал. Я тоже хочу развеяться, как и ты погулять. И что? Ты мне обещал, как тебе исполнится 18. Ты хочешь, чтобы я работал за какие-то 15 тысяч? А, ему уже 18 исполнилось, теперь он уже рассказывает, что типа за 15 тысяч работать. Ну, жрю, это все было такое, знаете, вот 18 буду подоработать, стукнуло 18, о, за каких-то 15 тысяч. Что за 15 тысяч работать? Что это за деньги сейчас? Памперсы не можешь покупать. Ну, покупаю, мы найдем деньги на памперсы, найдем. У родителей как все-таки? Да, будем у родителей просить, и что? Мне тогда нужен. Все, короче, иди, мы пошли. Настя вообще нетерпеливая и хочет, чтобы в жизни было все, как она хочет, но так в жизни не бывает. Какая-то безысходность. Коли, на которого я понадеялась, оказался полным фуфлом. Я каждый день с ребенком, и это очень тяжело. Я чувствую, что накатывает депрессия. Терпеть это стало невыносимо. Поговорила с мамой Колей об этом, и она посоветовала обратиться к специалисту. Дала денег. На следующий день я оставил дочку с ней и дядей Владиславом и пошла к психологу. Можешь мне рассказать свою жизнь? Вот как родилась и вот до сейчас. В детстве там мама с папой остались. Папа пропал на какое-то время. Мама там, у нее периодически появились новые люди. И то есть она меня у бабушки оставляла. Вот что там с тобой вот в этот момент происходит? Я не хочу находиться в этом доме. В доме папины мамы, бабушки Тани. Именно там произошло то, что навсегда изменило мою жизнь. Что, вы изнасиловали? У меня было изнасилование. Вот. Это сделал Володя, сожитель моей бабушки. В тот день все были на... Дед изнасиловал ребенка? Боже мой. ...работи. И я осталась одна дома с ним. Мне тогда было всего 12. Бляха, муха. Ну, и вот по факту вот это все влияет на то, каким человек становится. Ну, это жесть, конечно. Я лежала, в телефоне сидела. Что-то он заходит ко мне и начинает говорить. Вот, я помню, как у тебя в детстве, Анча, ты там маленькая была, сейчас так выросла, такая стала там взрослая, красивая. Сначала он меня просто по волосам трогал, а потом за подбородок взял, типа, поцеловал. Мне руки скрестил, навалился на меня, закрыл рот, и... Ну, и это произошло. Ну, как мама отрегировала? Ну, она это... Ну, прям ненавидела, вроде как его. Угу. Вот, папа тоже. Ненависть. А заявление написали на деда, мне вот интересно, что деда решили простить? Просто к этому человеку, если бы он мне попался, я бы, наверное, на убийство пошла. О случившемся полгода я молчала, не могла признаться родным. Мне было стыдно, а потом однажды в школе я расплакалась и поделилась с учительницей, а от нее уже узнали все остальные. Дальше суд. Сажители бабушки посадили на 13 лет. Отлично, молодцы, что хотя бы до вилета, хотя бы до... Блин, я хотя бы рад тому, что все-таки суд было и его посадили. Ясно, что это нихрена не изменит, то есть у ребенка, мягко говоря, психику жестко поломали. Эту боль и обиду на саму себя очень переживал. Ну, правильно сделали, что посадили. Не могу поверить. Постоянно в этом думаю. Не того человека выбрала. И я буду себя виновата считать в этом. Конечно. Просто у меня такие были эмоции. Я был готов просто растерзать. Благо мне, бог уберег, я не нашел этого человека. Потому что, ну, как бы, я бы, наверное, сейчас бы сидел в тюрьме, потому что, ну, я не думал о последствиях. грохнул бы его, и ты сел бы. Поэтому он сидит в тюрьме, плюс если он, ну, блин, в тюрьме таких людей не любят. Насильников, педофилов, это, там ему не сладко. Представь, что твоя мама, что ты хочешь от меня? Поддержки. Мы вообще не говорим на эту тему. Она не хотела с кем-то делиться. Но я надеялась, что со временем боль поутихнет, и все как-то встанет на свои места. Больше всего я хотела, чтобы мама была рядом. И виню ее за то, что она вообще оставляла меня с бабушкой. Если бы не это, моя жизнь не сломалась бы тогда в 12 лет. Столько лет я держала это в себе. Даже Коля не хотела говорить об этом. А сейчас я понимаю, что больше так не могу. Впервые за много лет дала волю своим эмоциям. Ты молодец. Ты вообще умник. Я подгоражусь. Давай. Тебе надо просто выглянуть из себя. Если ты это сделала, ты выжила. Я решила, что буду ходить к психологу и дальше, чтобы до конца отпустить эту ситуацию. Это может быть полезно. Она сказала, что держать все в себе это не выход. Я попросила маму Коле посидеть с ребенком до вечера. И придя домой, решила поговорить с мамой. Ты меня бросила. Все меня бросили. Я одна с этим. Володя осталась. И, блин, это тоже меня изнасиловали. Я на работе была. Зачем ты так говоришь-то? Зачем ты на меня вообще все просто валишь? Чем я виновата? Ты пришла просто насрать маме в душу? А потом скажет, я ждала поддержки. А ты-то скажи мне. Я думаю уехать от мамы. Ну, потому что мама, она как бы думает только о себе. И на меня пофиг. Ощущение, что мама никогда меня не услышит. И, наверное, пора с этим смириться. Единственное, что подняло мне настроение, мне позвонил папа. Сказал, что теперь он работает шеф-поваром Завидова. Всего за 130 километров от Матич. И скоро он лично познакомится со своей внучкой. Я очень обрадовалась, что мой папа приедет, потому что я давно хотела с ним поговорить. Самый главный вопрос, который я хочу ему задать, это почему он меня бросил, почему он так с мной поступил. Она думает, что он бросил... Блин, ну это тоже... У нее немножко мысли неправильно крутятся. То есть он такой, батя сидит, думает, все, бросаю... То есть бросаю ребенка, не хочу видеть. То есть мысли у нее в том, что как бы они сложились отношения с ее мамой. Он решил бросить ребенка. Я не видела папу 2 года. И наконец-то сегодня он со мной. И хоть я очень рада его видеть внутри от волнения, все сжимается. Мысли бросил. Мне просто накипело. Вообще пофиг с мамой на меня. Вот смотрю на родителей Коли. Они там за Колей так ухаживают. А вы там с мамой, не знаю, бросали меня. Все время у вас драки были какие-то. Хочешь подержать? Нет, я боюсь. Зачем копаться в прошлом? Потому что я вспомнила, мне обидно. Здесь вообще разные ситуации. То, что у Коли просто полноценная семья. Как бы мне бы тоже не хотелось, поверь, оставить полноценную семью, но не получилось ничего. И в этом мы как бы с мамой, да, виноваты. Да мы оба беспонтовые родители. Ну, как бы, да, мы сами плохие. Мы молодые были. Мне недостаточно много времени уделял. Я сюда и приехал для того, чтобы быть рядом с ребенком. Я поэтому и согласился на работу рядом с Москвой. Я понемногу. Мне нравится батя, что хотя бы делает выводы, что как бы дров наломал, но хотя бы пытается что-то изменить. А я всегда считаю, что никогда не поздно. Даже если ты был очень херовым отцом и так далее, никогда не поздно что-то менять. Я уже начинаю отпускать прошлое и рада, что могу откровенно говорить о своих чувствах. Сонечка растет, и мне становится легче. Я уже привыкла и к новому режиму, и к частому плачу дочке. Мамой быть — это круто. Ты ухаживаешь за частичкой себя. Ну, блин, даже пангузники менять нравятся. Мыть ее тоже классно. Когда она плачет, а потом ты берешь ее на руки, и она успокаивается, это, наверное, самое приятное ощущение. Живу по-прежнему за счет мамы с Игорем. Папа высылает деньги. Родители Коли помогают. Я часто хожу к ним в гости, чтобы они понянчились с внучкой. Когда я у них, Коли дома нет. Он специально избегает встречи со мной. Ну, я считаю, что все-таки они еще маленькие. Как-то их отталкивают друг от друга. Я не могу понять. Но сегодня Коля решила самая-таки пересечься и что-то обсудить. Я оставила малуюсь с мамой и пошла навстречу. Нормально. Ну, либо они должны очень жестко сильно поменяться, в чем я очень сомневаюсь. И тут будет такое, что она станет мамой-одиночкой. Ну, которая будет поддерживать, возможно, и его родителей, и ее родителей, и тому подобное. Потом она скажет, я тоже хочу счастья. Найдет какого-то мужика. Ну, и повторится по факту ее судьба. Не то, что в плане, что в 12 лет ее изнасилуют, но повторится с ее дочкой, возможно, с великой вероятностью ее же судьба. Я бы такую глупость совершил. В такую яму просто упал. Ты не представляешь даже. Вот ты меня, ты меня краски тащишь на дно. Поверь. Да? Да. Я к тебе больше вообще близко не подойду вообще. Хорошо. Между нами все, точка. Хорошо. Вот и все. Мать-одиночка. Я понял то, что с этим человеком мне будет очень тяжело, и нервы того не стоят мои. Я не отказываюсь от своей Сонечки, потому что это моя дочь. Я всегда буду ей помогать, чего смогу, и любить. Я, конечно, его люблю, но эти чувства я все-таки переживу и перелюблю его. Родители Коли пытались давить на своего сына, что Соне нужна полноценная семья. Бессмысленно давить. Но и без Коли смогу воспитать дочку. Тем более, что его семья меня поддерживает. А завтра из Казани приезжает еще один человек, которому я не безразлична. Моя бабушка Татьяна, папина мама. Ой, моя хорошая девочка. Красавица. Мне ее быстрее стало. Ой, господи, как мне вранить. Софечка, она, конечно, вообще чудо. Молодец. Такой человечек появился. Мама с отчимом уехали за город отдохнуть на пару дней. Это хорошо, потому что смогу спокойно побыть с бабулей и поделиться с ней тем, что у меня накипело. После расставания с Колей я понимаю, что ловить мне тут особо нечего. Я задолбалась тут жить. Я думала, завидовала уехать. На лето. Ну, папа тебя приглашал? Езжай, пожалуйста, конечно. Ну, это только на лето, а дальше что? В Казань переезжайте. Я там рядом буду. Выкрутимся как-нибудь. Ну, я с тобой немножко поживу. Когда подрастет Сонечка, все будет хорошо. Я тебя люблю. А я тебя тоже очень люблю. Не знаю, поеду ей жить в Казани или нет, но знаю точно одно. Я никогда и ни за что не оставлю свою дочку. Потому что знаю, что я ей нужна. И я тоже рядом с ней чувствую себя по-настоящему кому-то нужной. Я сделаю все возможное, чтобы дать Соне ту материнскую любовь, которую я не получала в детстве. Я уверен, что твоя мама так же сама говорила, пока ты появилась на свет. Вот один в один, возможно. Я все равно счастливая. У меня есть Сонечка, которую не надо, и я хочу поставить на ноги. Я хочу посоветовать всем, кто оказался в такой ситуации, как я, не унывать и лучше не делать аборт. Где вообще быть мамой, это классно. И посоветовать, как бы хорошо было бы еще иметь голову на плечах. Ну, в таком возрасте она не у всех есть. Но у многих есть. Особенно у моих зрителей. Ну, вот такой вот, ребята, получился выпуск. Ну, получили то, что имеем. По факту, мать-одиночка. С радостью, в общем-то, прочитаю ваши комментарии, что вы думаете по поводу этого выпуска. И, ребят, переходите на мой лайв-канал, там тоже выходят реакции. Увидимся в новом выпуске. «Беременна в 16». Всем пока!